встряхнулись поправились сели дамы и господа всем привет и добро пожаловать на канал ксения телевизор стиль жизни сегодня хочу сделать давно не делала такого видео никогда никогда я не делала такого видео обычно вы видите когда я покупаю что-то из обуви лишь там что-то такое обычное показывают распаковка а сейчас я хочу сделать небольшой обзор новой паровой от марки которая тут есть название которые я не могу сложить в слово слово 1 прочитать это м джи с не могу по сути это дочерняя марка от компании с 98 это моя первая пара от вот это м джи с и почему первая пара потому что там достаточно в отличие от с который все-таки навороченные крутые и необычные у этой марки у дочерней первых они подешевле во вторых они более простые некоторые даже немножечко бабкины знаете там с какими-то камушками опять же кому нравится там нравится у меня этот стиль вот такие взгляды вызывает поэтому то что есть вот и у них все достаточно такое упрощенное но в то же время интересно у меня много базовой обуви которые я люблю типа ботинок 1 2 3 но у меня как-то так странно случилось последнее время что я выбросила две пары одни низкие сапожки выбросил они развалились и одну пару ботинок выбросил еще не выбросила доктор мартинс черный они тоже начинают рассыпаться и как бы ну я уже в таком виде я их носить не хочу они частоят я пододвигаю 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 но они сейчас стоят я их не выбросила но так как я их уже не ношу я решила что надо их заменить какими-то ботинками и так давайте сделаем такой небольшой я вам покажу коробка конечно коробка у этой марки здесь у меня что-то здесь лежит тимберленд никого отношения не имеет просто на хранение сейчас пойдут шкаф здесь видите бумага по сути и все и коробка сама обычно я бы сказал стремноватая коробка в свою очередь у s98 коробка тут тоже у меня что-то другое лежит понятия не имею что первую попавшуюся коробку просто взяла здесь мы видим материал и какие-то ботинки которые не имеют никого отношения коробки здесь вот на материале который по сути надо проложить между ботинок кожаная такая не знаю это кожаная может это искусственная кожа с логотипом общем материал надо прокладывать так как ну в общем вы понимаете да чтобы ботинки друг от друга не терлись пока лежат коробки таким вот образом и закрыли конечно здесь вся ситуация намного более конкретная приятная и чуть более дорогая разница в цене у них наверно процентов где-то 30-35 что-то такое с конечно дороже но я нашла они уже очень-очень ношеный я их наверно уже месяца полтора ношу вовсю и просто в диком восторге вот такие вот я взяла ботинки у них на многих есть замки и но на этих нет замка с я не видела пару на которой не было бы замка у этих есть я нашла ботинки которых нет замка потому что я готова там сапожки вот с они очень хорошо это интегрирует замки в обувь но вот такие ботинки замком для меня это просто неприемлемо я мне не могу это мне портит весь вид в общем вот такие вот достаточно классические не слишком грубые не слишком элегантный текстура кожи видите какая приятная здесь сделан такой вот язычок который материал кожа которая не вы видите он вшит в общем как часть внутри тоже все какой с 98 там название это же кожа и знаете что я хочу сказать если вы присмотритесь я всяко-разно смотрела я не вижу эти кожи она чисто черного цвета у нее нет синего оттенка если у кожи есть синий оттенок и то есть у мартинсов и многих других марок то значит это этот способ приготовления приготовления кожи выделки кожи он более дешевый там по-моему это известили что-то такое что этот синий оттенок и потом его закрашивают перекрашивают если его нет здесь я очень удивлена его нет мартинсов он есть может быть я сейчас покажу чтобы не знаю видно вам будет ли не видно винти такой как и не седовато синеватый какой-то цвет и вот здесь они начали уже вот это все начало крошиться та часть которая не кожаная поэтому они уже я пододвигаю пододвигаю но никак не покажу слову как они выглядят вместе эти пыльные потому что они продвигаются это мартинс и юнисекс модель не женская не мужская юнисекс сравнению вот и я удивилась что кожа здесь совершенно другого качества чем можно было бы подумать потому что марк это все-таки подешевле я и купила они мне стали совершенно что-то недорого что-то между 500 и 600 шекер что ближе к 600 это соответственно сколько 150 евро там у нас курса что-то типа того естественно это было ну наверно 30 или 40 процентов скидка вот поэтому месяц уже ношу и не то что каждый день да и ведь они здесь красиво подкроены в общем если вы интересовались этой маркой я могу сказать что я очень довольно качеством вряд ли я что-то еще от этой марки в ближайшее время куплю но потому что просто у них те которые сделаны немножечко в каком-то стиле это совершенно не мой стиль а базовые вот такие сколько мне надо у них такие что были зеленые но там такой зеленый что не видно что он зеленый поэтому нет смысла еще было несколько пар похожих одни там замком если кому-то интересно именно замком и одни по моему чуть более элегантного такого вида но вот эти просто меня поразили я вам покажу потом сделать вставку покажу как это выглядит с моим сегодняшним нарядом дня у меня сегодня юбка и полосатая майка зелененькая глазам здесь у меня золотая цепочка серебряная белая и серебряная черная и это вот белое золото дальше шучусь уже сможет и украшением здесь из грас и кольцо смоки топаз здесь кольцо тоже смоки топаза вот такой вот внутри бриллиант и вот последний браслет мне сказали что там за камень очень интересно выглядит как будто он потрескавшийся такой видите что очень интересно я не очень увлекаясь вот этим вот вопросом камень к дню рождения по гороскопу или как там я люблю разные камни и какое-то их воздействие волшебное на себя там на свое что-то я меня вот это все совершенно не интересует и я просто люблю у меня есть это воздействие камней на меня и это надеваю я получаю удовольствие и мне красиво мне приятно это самое важное что есть в этой вот сфере украшений это то что мне это доставляет радость вот там и господа такой был обзор надеюсь кому-то а да я еще хотел сказать про размер размеры такие же как уэс это и с итальянские то есть они идут на размер больше чем израильский например то есть если в израиле вы 38 то допустим какие-то марки я в 38 размер я какие-то марки могу брать и 39 зале там ся но итальянские всегда 38 они чуть-чуть большеваты я люблю ботинки чтобы они были большеваты потому что когда впритык это невыносимо они чуть большеваты буквально на полразмера это то что нужно поэтому имейте ввиду что они идут как итальянский у них не больше размеру нет немножечко другая линейка размеров вот это надо иметь ввиду еще одна небольшая деталь не знаю как вам это показать но у них есть как у многих итальянских скрытый каблук то есть подошва по сути стелька начинается не здесь а вот если посмотреть вот тут вот она начинается то есть они его не чувствуешь потому что здесь она повыше но они придают немножечко дают вам больше рост как бы они такие вот и у с 98 есть такая фишка и у этих тоже есть вот такая вот история вот таким образом они не видно наверно выглядят с юбкой очень мне нравится мне такой небольшой каблук вот такой сегодня на днях что десерт это зеркало заляпал все на этом точно все спасибо большое за внимание не забывайте поставить лайк заглянуть ко мне в инстаграм ксения тебе instagram я там его достаточно часто и увидимся в следующем видео всем пока пока пока